добрый день друзья сегодня я вам расскажу об одном своем очередном открытии она очень важная потому что я много раз вам говорил о том что в 19 веке пошла массовая волна материализации живых людей в ту форму в которой мы с вами сегодня обитаем и вот сколько я изучал древность сколько я изучал древность а я вам поясню 20 лет тому назад я впервые начал работать над книгой история возникновения мировой цивилизации огромные огромные книга я даже ее не стал на бумагу переносить она есть в архиве в интернете кто захочет тот ее найдет и смысл этой книги заключается в том что размер ее примерно два с половиной или три миллиона символов это вот такая книга если ее переводить на бумагу и в ней использовано примерно полторы две тысячи источников на которые я ссылался которые только только чисто академически там нет никаких других не было и вот в этой книге я описал полностью историю мировой цивилизации как она с самого начала геологического развивалась как у нас строились материки и так далее всю археологию всю биологию и так далее и я описывал это по официальным данным которые выверены проверены и которыми пользуемся мы сегодня и получился определенный труд я его не стал публиковать из-за того что каждый вопрос который я в нем за трону а книга и так была огромная просто я еще начал дальше развивать изучать в отдельном произведении которое посвятил каждому вопрос ну например в этой книге была небольшая совсем статья в несколько пунктов по поводу групп крови а потом когда я начал уже углубленно изучать этот вопрос у меня вышло две монографии причем академические выпущены в медицинском институте университета тунского под рецензиями как полагается и под сопроводительными научными публикациями в медицинских журналах понимаете уровень исследований и вот так по каждому вопросу в результате за 20 лет я написал достаточно большое количество книг и все исторические книги они доказывают только одно раньше девятнадцатого века никакой материальной истории в мире не существовало даже не существовало материальной земли на которой мы с вами находимся конечно для новичка в этом вопросе в этом вопросе ультра короткой истории это может показаться ну каким-то немыслимым но давайте с вами не будем отвечать на те вопросы какие мне обычно задают а как же мой бабушка а как же мой дедушка потому что это не из той оперы вопрос а пояснение вот какое мы с вами за последние 80 лет даже может быть меньше создали новую вселенную новую вселенную она виртуальная это вселенной создана нами сначала компьютеры были сделаны а потом уже в них поселены были поселены те самые население в виде сначала игровых каких-то моментов персонажей а потом уже сегодня вот уже гта прямо вот живьё живьём живьё живьём даже современные космические полеты снимают уже в компьютерах все эти фильмы как гравитации там высадка на луну полет на мкс все это снимается уже в компьютерах и давно уже я не знаю сегодня расценок они так давно секунда была по стоимость сопоставима со сотней долларов это в принципе не такой большой денежный как говорится эквивалент ну это нашимские цены были я не знаю как там на западе у них все-таки качество прорисовки то получше и программки получше были всегда в кинематографе только так вот смысл в том что на наших глазах нами с вами то есть без всяких особых сильных усилий там десяток человек над этим трудился все остальные как говорится вуз себе дули и ждали когда им гаджеты изготовит но вот изготовили гаджеты и теперь вот те которые вуз себе дули они пользуются этими телефонами стоят в очередях там за каждыми премьерами самое главное что на наших с вами глазах родилась новая вселенная которую мы с вами родили на пустом месте из различных каких-то подсобных материалов и все это работает и представьте теперь состояние того внутреннего персонажа который там внутри в компьютере он то конечно между собой когда они там заседают и что-то разговаривают пока мы не включаем компьютер они же там что-то между собой обсуждают возможно и вот они обсуждают и говорят ты знаешь вот у меня предок был там пять веков тому назад он тоже был таким цифровым таким цифровым а оппонент ему отвечает а у меня предку вообще там тысячи лет он был совсем цифровым и вот понимаете мы с вами снаружи понимаем что все что они там болтают это ерунда потому что мы их сделали всего 80 лет тому назад и никакой цифры до этого не было но по нашей с вами истории естественно вот в такой же ситуации и мы с вами да мы сегодня вот такие материальные вот такие материальные но как только начинаешь лезть за девятнадцатый век в глубину ну нет там никаких материальных персонажей там все повторяется одно за одним одно за одним по одному шаблону который я назвал главным мифом я сначала думал что главный миф это какой-то скажем так ну шаблон по которому повторяет религиозная история все те свои проделки которыми она запечатала реальную историю руси я сначала думал так ну как бы фальсификация вот такого знаете секретного партизанского плана но потом когда час уже глубже разобрался в этом вопросе я пришел к выводу и к осознанию того что во первых сама библия и религия она сформировалась в двадцатом веке только и доказательству этому масса разливенной ну например конструкции неба чтобы ветхозаветных персонажей отправить туда на южное небо нужно сначала южное небо открыть а перед этим нужно сначала понять что земля круглая а круглую сферическую землю признал в 1992 году папа римский только поэтому о чем тут можно говорить о какой древности когда на наших с вами глазах все это и происходит самое главное в том что вопросы вот этих датировок они все равно в глубину никоим образом не уходит за 19 век все состоялось в 19 веке помните я вам делал массу разливенную массу вот этих городских графиков по населению в городах помните несколько фильмов я их по несколько раз показывал так вот смысл эти графиков он сводится к тому что в них всегда население городов начинается с 1850-1890 года раньше нет никаких но я уж не говорю там про древний рим там знаете всплеск 2000 лет назад наблюдался потом вымерло все и опять вот 19 века все пошло а всплеск этот конечно же был взят из книг он так и плеснул когда о нем написали как об какой-то истории так вот смысл то вот в чем в том что 19 век он проявляется только своими доказательствами и знаете я очень долго не мог понять каким образом была материализована и в чем фишка материализации нашей с вами вот этой вот человеческой телесной культуры и тут я вспомнил большие огромные работы которых сегодня никто не говорит борис александрович рыбаков написал свою книгу великолепную книгу язычество древней руси язычество древних славян вот эти две большие работы если я их правильно вспомнил по ходу ну по моему правильно вот они были колоссальные по объему самое главное даже не в этом дело в том что он 20 лет возглавлял институт археологии ран и у него в распоряжении были исследования и исследователи которые проводили эти исследования всего института и всех смежных институтов поэтому у него у рыбакова академика рыбакова была огромнейший доказательная археологическая и историческая база которую он положил в эти книги и эти обе книги как бы там что не разбирали в них там много всякой информации много различных рисунков самое главное к чему приводят эти две книги они приводят к тому что фольклорно сказочно мифологически лингвистически и по всякому другому даже вот которые изучают разные обряды и тому подобные какие-то вещи все это его исследование пришло к тому что существовал обряд вызывания дождя когда требовался в деревне дождь то вызывали дождь когда была очень ливневая такая мокрая погода вызывали солнце тем же самым обрядом говоря только немножко другие слова то мол дождь приди а то например солнце приди все разница была только в этом и в деревнях все это делает называется этот обряд по-разному в разных местах вот что интересным на мой взгляд это то что там вот туда в европу подальше он называется герман герман по его имени и названа та самая германия но я сейчас не буду углубляться в эту тематику я вам по сам обряд скажу фишка этого обряда заключалась в том что те люди которые проводили этот обряд а это были обычные деревенские люди они делали из глины куколку такую куколку персонажика который был очень похож на человека ну антропоморфно скажем так ручки ножки голова даже без лица сначала лицо не делали а потом делали там только два глаза и нос но как бы должна была быть похожа такая на человека как бы физическая а потом уже все остальное и вот эта кукла являлась обрядовой куклы и и наряжали в какие-то красивые пышные одежды и и называли специальным именем ну допустим герман и и и проносили по всей деревне проносила эту куклу девочка лет от семи до десяти маленькая совсем она проносила эту куклу и в каждом дворе и и поливали если нужно было вызывать дождь или как-то еще поступали если нужно было вызывать солнце и потом эту куклу несли на берег реки где ритуально умерщвляли куклу именно эту глиняную и закапывали делали ей такой гробик маленький и закапывали на берегу реки или иногда бросали в реку как похоронный обряд вот такую вводную стихию и вот когда я читал раньше у меня как бы не склеивалась в голове последовательность событий до были обряды до были повсеместно они были во всех странах цивилизованного мира старого мира на руси естественно в европе и потом они пошли туда на ближний восток я никак не мог соединить несколько нитей повествования и вот только недавно они соединились в моей голове помните наверное такое явление которое историки называют в угоду опять же тем греческим древностям палеолитические венеры помните у нас на руси здесь они по официальной версии датируются сороковым двадцатым десятым тысячелетиям до нашей эры это самые древние образцы и вот они эти куклы палеолитические были сделаны действительно из глины ну и как бы без лица их навалом этих кукол иногда их делают из кости из чего-то еще из дерева но деревянные я не думаю что сохранились а вот глиняные до нас доходят а потом в неолитическое время по официальной хронологии эти куклы уже пошли туда в шумер египет в грецию в различные другие страны вот так прям вот как бы веером от нас и многие из вас видели этих кукол даже в японии помните нам все говорят это космонавты это космонавты просто у японцев такая техника изготовления кукол когда них рисуют лепит скажем так или изготавливают из чего-то такого подходящего ну вот очень похожими на этих самых космонавтов а так это обрядовые куклы которые специально изготавливались для того чтобы с их участием сделать обряд вызывание дождя или света по куклам я думаю что вы поняли а теперь самое интересное представьте теперь себе такую картину что вы находитесь в деревне и регулярно делаете эти обряды по самому разному поводу то вызывайте дождь то через неделю прекращаете его то еще что-то ну короче оперируйте с этой куклой и она у вас не одна вы ее каждый раз там новую лепите она у вас участвует вот в такой три точечки связи с богом постепенно вся деревня не только своя но еще и соседние они же к вам гости приходят и говорят да мы тоже проводим этот обряд он тоже у нас работает наша кукла во как связано с богом то есть кукла постепенно вот это глиняная кукла стала связью между человеком деревенским человеком человеком земледельцем который нуждается в правильном поливе воде и солнце эта кукла стала связью между этим человеком и каким-то верховным существом скажем так богом и сразу функция того кто здесь у нас в деревне главный переместилась на эту куклу потому что до этого ее слепили пробормотали что-то и похоронили а после этого как только все это осознали большими кустами то есть не одна деревня а массово то после этого а вы подумайте что во всех странах это есть и в славянских и не вне славянских странах везде есть как только все это разошлось вот на такие большие пространства то и возник культ этой глиняной куклы ну а теперь давайте вспомним из чего у нас в ветхом завете сделан был адам из праха земного что такое прах земной как его еще переводит глина он был сделан из глины почему да потому что тот самый адам и был этой самой религиозной обрядовой куклы вот смысл этой религии ветхого завета а то что было в самом уже в ветхом завете написано это все было об этой самой кукле а начале двадцатого века когда каким-то чудом я пока не знаю но мне опять же говорил человек тот из архива с очень высокой формы допуска что в девятнадцатом веке была найдена какая-то ситуация как решить задачу оживления той самой куклы я тогда когда мне это говорили я не понимал о чем речь никак не мог понять и вот сейчас я понимаю что действительно был изготовлен какой-то буратино который бегал вовсе не за крючком где-то и не заводил им какие-то двери была какая-то ситуация так сделано что действительно это существо глиняное вдруг каким-то образом ожило помните наверное многие фильмы на эту тему даже вот наш помню там у на у на момента они пели статую оживляли это тоже намек в ту сторону потому что статуи до девятнадцатого века были обычными людьми кащеевского так скажем царства об этом повествует наша сказка окаменелое царство оно так и называется где герой который туда попадает видит что люди там есть но они все каменные статуи окаменелые они живые но они окаменелые и он их оживляет то есть этот вопрос поднимался давно уже он известен путешественникам и повествователем я лишь наступаю на те самые следы которые до меня уже пройдены но вопрос опять остается открытым каким образом были оживлены люди если это было реально так сделано и были ли это те люди которые были статуями из кащеева царства или это были слепленные обрядовые куклы я пока честно говоря еще не знаю но ветхий завет он описывает ту судьбу куклы вот этой куклы в обрядовых руках тех самых людей у тех скажем левитов может быть назовем я не знаю может быть они этим занимались которые совершали этот самый обряд связи человека деревни с богом там где-то на небесах и вот эти люди стали постепенно очень ценными кадрами только они знали правильные 77 откройся слова которые по щучьему велению по моему хотенью могли сделать все что угодно и оживить вот эту куклу и дать человеку через нее трансляцию туда с небом кстати сегодня мы тоже пользуемся такими технологиями они называются ченнелинг в каком-то смысле это тоже самое только вот та самая кукла конечно это живой человек уже материальный человек но связь которую он осуществляет от нас с тем самым высоким миром она вот так же происходит ну и наконец наконец теперь вы поняли что ветхий завет это взгляд на обряд со стороны внешние куклы и тех людей которые ее посвящают вот в этот обряд и проводят над ней этот обряд я не буду углубляться в исследование владимира дали кто-то может быть поймет меня но это те рассказы что там детишки детишки и тому подобное ты все были выдумки вот этого плана выдумки никаких реальных таких моментов не было на мой взгляд теперь что мы получаем с противоположного взгляда представьте теперь себе ситуацию со стороны и глазами куклы она понимает что ее только что слепили она понимает что она вот в этой новой форме стала ну как бы псевдо живой или реально живой и вот то что она видит своими глазами это ее собственная судьба ее берут ее несут на этот крест распинают на этом кресте потом хоронят и все это кукла переживает вот эти переживания изнутри когда кукла говорит я за вас принесла себя в жертву за вас за всю деревню жертву в себя принесла для того чтобы у вас есть дождь пошел или выглянуло солнце и вот со стороны этой куклы было написано евангелие новый завет то есть было христианство теперь вы я думаю что понимаете как и я что ветхий завет это взгляд на процесс обряда вызывание дождя или солнца со стороны тех кто делает этот обряд а новый завет христианство это со стороны взгляд со стороны куклы обрядовые которую распинают которые приносят себя в жертву вот в чем разница этих самых моментов и в чем фишка материализации единственное что я не могу пока разобраться каким образом действительно появляются тогда в девятнадцатом веке живой человек вот как мы из материи может быть это какая-то магия может быть она существует я честно вам скажу я не знаю но я думаю что мы разберемся с этим моментом потому что он очень интересный но интересно такое на закусочку момент что теми же самыми обрядовыми структурами учреждениями служили в том числе и пирамида египта и ленинская пирамида сегодняшний закурат он служит тому же ленин это та самая глиняная кукла которые там лежит приносит себя в жертву и из-за этой жертвы мы с вами вот здесь процветаем как бы ну и в древнем имя египте тоже вызывали этот обряд дождя вызвали эти самые какие-то дождевые потоки помните нам говорят что там у сфинкса все там изъедено водой пирамида внизу изъеденной водой а потом построили по-другому эти пирамиды или перенастроили от них просьбу туда наверх и сказали дай нам боже это самое солнце и после того как они запустили эти генераторы призывающие солнце кто-то убил этих жрецов я так думаю или они куда-то ушли или может быть это как раз был исход тех самых евреев из египта ну короче пирамиды остались работать в том состоянии в каком их запустили и в результате египет покрылся сахарой высох весь нафиг но я так думаю что это работает тот самый ритуал если бы он не работал все бы население евразии почти все ну кроме азии конечно она бы не действовала с этим ритуалом никаким образом а так она взаимодействует причем это уже какую сотню лет вторую сотню лет ритуал этот все еще работает вот такая концепция вот такая развязка поэтому ее можно применить к различным своим конструкциям кто занимается изучением истории и уже как-то по-другому взглянуть на исторические факты фактуры когда нам приписывают какие-то древние какие-то древние моменты бытия которых в принципе не было потому что людей материальных не было вплоть до 19 века были отдельные экземпляры я еще раз повторюсь для тех кто совершенно этого не понимает то есть 1531 года примерно началось массовое нарастание материальных тел я думаю что тогда был придуман этот самый обряд а в 1953 году со смертью сталина который был такой же материальной куклой это был персонаж виртуальный вот такой же для вызывания дождя или солнца ну как бы солнца и вот с его смертью с последней у нас уже ушла эпоха материализации сейчас идет эпоха дематериализации так что вот такая картина мировоззрения я вам ее докладываю регулярно думайте задумывайтесь над ней